Территория, где наша веранда, есть небольшой пруд и такой искусственный водопад. Но так классно сидит тут на лавочке, слушает шум воды, вода вообще успокаивает. Просто смотреть, созерцать, вот там лавочка есть. Здесь за мной тоже лавочка. И вот такой прудик. Все растения симпатичные. Пока муж сестры готовит мангал, у нас сегодня будет овощи, гриль, будут шашлычки. Сейчас вам покажу стол, там сестренка сделала. И это все ландыши, походу. Илька, тоже празднуешь? Тоже, Саша, день рождения празднуешь? Настюха, сестря моя, сделала и сладкий стол детский, и фруктовый. Хорошо, да, когда день рождения? Летом. Ау! Оказывается, есть такой сервис по прокату игрушек. Вот у Настя сестра все арендовала, и деткам есть чем заняться. Так, вот так выглядит детский стол. Здесь у нас черешня, голубика, наггетсы и картошечка, фрукты, соки. Соки в коробочках, просто соки. Зефир невский, маршмеллоуки, овощи, помидорки, черри, перцы, огурчики, малинка. О, я съем малинку. Это тоже арендовали. О, живительная прохлада. 32 градуса сегодня. Тут такой стол хозяйственный, где все просто продукты готовят. Вот такой вот зефир. Еще пока не пробовала, с чаем будем пить. Думаю, что вкусный. Петербург делает. Это у нас овощи замаринованные. Это зелень. Это помидорки. Еще помидорки. Много овощей. О, огурчики. Очень-очень красивые перцы. И вот так выглядит веранда. Нам повезло. Вчера была фотосессия. И сегодня наш праймик. Наши шарики. О, сколько счастья сладкого. Очень красиво. Подходит кистолу, кистолу. Тут еще фрукты. Шампусик. Вот этот бокальчик. Я сейчас уже придумала композицию с цветочками. С цветочками. А, такой вид из окна. Классный. Покажу и расскажу вам о закусках. Мама напекла пирожков с капустой, с картошкой. Лимончик, овощи. Папа, родник дальневосточный, сестра приготовила. Это ребрышки томленные с черносливом. И еще пирожочки. Еще были шашлыки. Гриль. Сестренка принесла коврик из дома. А игрушки в аренду взяла. Букет подарили друзья. Красивая вера. Сашу, подожди. Я думаю, самое время, Сашу, догадать желание. Мой торт оказался очень вкусный. Во-первых, он очень красивый. Очень вкусный. Мы пили чай. Кто хотел кофе. В общем, такой вот тоже чайный столик был. Здорово. Душевно. Вкусно. Красиво. В общем, отлично. Мы провели время. Поплицевались, насмеялись, наелись. Приехали в купель Середнякова. Муж сейчас окунается. Я жду его. Здесь святой источник. Сейчас люди приехали, водичку набирают. И я вам хотела показать пень. Такой огромный пень. Прямо закупили лес. И вот такой вот большой тут стоит пень. Тоже сейчас пойду окунусь. По лесной тропинке. Все в крапиве. После вот купели, смотрим, там тропинка такая в лес. Мы такие, знаете, любители что-нибудь поизучают. Но новые места. Муж у меня уже убежал вперед. Я иду за ним. Там снимала для Инстаграм. Такое необычное растение. Сейчас на обратном пути вам покажу. Вот это кто? Болчья ягода или как это называется? Чиковаря. Такой необычный цветок. Весь в шмелях. И вот солнышко. Это классно. Утренних тружеников засняла. Где же мой супруг? Солнышко отражается. В общем, мы шли-шли. Пришли мы к мостику. Такая тут низинка. Долинка. Вот такой мостик. Слушайте, утро раннее. Ну, сейчас еще, наверное, ну, девяти нет. Поэтому так тепло, так жарко. Ну, хорошо, очень хорошо. И на душе хорошо. После того, как окунешься. Вот этот источник, там купель повыше. Хоже, здесь тоже купель. Вот сейчас муж пошел, говорит, приходи. Прямо что ли на этой речке стоит. Смотрите, как вода шевелится. Необычно так. Какое красивое место. Скворчат? Кузнечики? Либо кто? Сейчас вам покажу чудо. Посмотрите, мы нашли. Вот прошли дальше мостика. И нашли еще одну купель. Здесь, говорят, люди на крещение окунаются. Вот какое чудо. Это прям вот вода. Вот эта речка. Здесь купель. Так все красиво в солнышке. Вот это просто. В общем, доброе воскресное утро продолжается. Мы решили зайти погулять в лес. Я ловлю витамин Д. Погулять в лес. Так, классно. Солнышко сквозь лесу. Сейчас покажу вам интересный шалаш. Девчонки, которые меня постоянно смотрят, может быть, уже видели этот шалаш. И здесь много. Здесь вообще ребята катаются по лесу, делают. Такие все трассы из-за павших деревьев. Упавших. И вот такой тут шалаш. Он был раньше еще ветками укрыт. Дети играют. Вот. И велогонщики прокладывают эту трассу и гоняют. Моров, кстати, не так много. Тек. Красивый газон. Не знаю, мне кажется, это либо мята, но вряд ли это лаванда. Похоже, так люди красиво. Ой, какой папой этот подорожник шикарный. Телки. О, как красиво. И ромашки, и лавочки. Здорово. Воскресный влог продолжается. Жарю яичницу. Сейчас убавлю огонь. Она уже прихватилась. Такую буду делать в лазунь. Посолю. Накрою крышечкой. Все, пусть там прогревается. Что тут я еще делаю? Остатки хлеба были в холодильнике. Что-то не съели. Всегда делаю сухарики. И к супу, и к чаю. В общем, знаете, так погрызть прямо в удовольствие. Мы в основном покупаем черный хлеб. Бородинский, либо дарницкий. Вот. И вот такие сухарики. Сегодня, думаю, сейчас поставила бульон варить. Супчик гороховый сделаю. Зелень помыла. Огурчики в удачные свои сейчас помою. Вот еще что коллеги угостили алычой. Такая кисленькая, но вкусненькая. А еще в Светофоре купила вот такое вот натурвиль. Натурвиль. Лобби. Закуска из красной фасоли в томатном соусе. Сейчас хочу к яичнице подать. Вообще, девчонки, присмотрите. В Светофоре очень хорошая кукуруза. По-моему, рубля 34 баночка стоит. Там только кукуруза, мало воды. Белгородская. А это Смоленская область. Вяземские консервы. Вяземский район. Город Вязьма. Еще не пробовала. Сейчас вот завтраку подам. Как кукурузу. Кукурузу вам покажу. Вот такая вот она. Очень хорошие белгородские овощи. Говорю, цена приятная. Так что берем по несколько баночек. Вот осталась одна. Уже и салатики. Просто три. Сознаете, красиво. Ой, что-то стреляет у меня. Ну и турку надо помыть. Что-то вчера кофе варила. Забыла помыть турку. Сейчас и будет кофеек в турочке. Не помню, говорила вам или нет. Вот это средство мне понравилось. Биомио для мытья посуды. С эфирным маслом вербинные. Хорошее такое. Оно и для овощей подходит, и для детской посуды. Гипоаллергенные. В общем-то, колесо. Хозяйственное включение. Я вам недавно показывала вот эту штуку. Промывала плитку на полу. Сейчас я хочу, вот знаете, как можно меньше химии. Я люблю все эти штучки. Вы знаете, всякие пшикалки, спрейчики. Но реально, знаете, хочется говорить об экологии. И вообще, и об экологии дома. Все-таки, наверное. То есть, периодически, конечно, я буду добавлять какие-то... Я иногда и с хлоркой, да, полы мою. И какие-то загрязнения буду удалять, конечно. Ну, то есть, они у меня будут. Но максимально буду стараться вот этой штукой. Она не так работает. Принцип, да. Работает на пару. То есть, я налила сейчас туда воду. Вот эту штуку, так... Это вытяжка. Этот экранчик, да, который у нас воздух втягивает. Приготовки. Она вся засаливается. Вот тут вот все равно этот пар, когда жир, он налипает. Соответственно, тянет хуже. Вот. Я ее сейчас помыла с средством для мытья посуды. И потом начала... Видите, так хорошо она ее отмывает. Потом я помою. Так, жира, помыну. Где-то можно вот так прочищать. Прям я довольна. Знаете, простояла, наверное, у нас, ну, года два. Года два простояла. Как раз я брала. А сейчас просто поставила поближе. И буду, хочу и шкафчики помыть, и плиту ей. Вот я ролики там смотрю. Реклама, по-моему, даже не этой марки, а реклама там уборки. Ну, наподобие, да. Я понимаю, что наподобие агрегатик. Девочка там вот в рекламе духовку моет, плиту моет. Поэтому штука классная. И... И меньше химии, да, используется. В общем, вот такая вот темочка. Вечер, воскресенье. И это видео, свой влог я закончу косметическим включением. И покажу сейчас вам продукты, которые прислала мне Style Korean, с которыми уже познакомилась. Потихонечку о влогах буду показывать, рассказывать вообще о продуктах, свое мнение, да. И хочу потом, когда полноценно протестирую, снять, ну, такое полное видео, исключительно вот про эти корейские косметические средства. Итак, мне было очень любопытно попробовать вот такие вот пилинг-пады с вином от корейской марки Niajan. И хочу сказать, что они мне очень понравились. Это такие подушечки. Сейчас я вам открою и покажу на примере одной, как это выглядит. Подушечки, пропитанные специальным вот этим составом, который содержит красное вино. И они направлены на такое мягкое отшелушивание, на такой легкий пилинг. То есть, эти подушечки, они убирают аргавевшие частички. Они делают кожу такой эластичной, ухоженной. Хорошо тонизируют, они выводят токсины и улучшают цвет лица. Также хочу отметить невероятно вкусный виноградный аромат. Очень приятная отдушка. И я сама много лет жила на Дальнем Востоке. И вот, когда мы называли вот именно корейский виноград. У нас появился такой сок в продаже тогда, вот где-то в 90-е. И появился виноград, который, ну вот, он имеет такой и вкус, такой концентрированно-концентрированно вкусно виноградный и цвет. Вот эти диски пахнут очень вкусно. Очень вкусная виноградная отдушка. Так, я не помню, сказала вам или нет. Здесь у нас 30 вот таких вот подушечек. Сейчас я открою баночку, достану на примере одного. Видите, какая хорошая пропиточка. Сама баночка очень качественная, красивый винный цвет имеет упаковка. Соответственно, вот так это все упаковано. И вот так выглядят подушечки. Я возьму одну и на примере одной вам расскажу. Значит, это такие вот диски 100% хлопок. Сейчас одну мноточку. И вот эти диски, они трехслойные. То есть первый слой идет вот такой вот хлопок сетчатый. Внутри, как я понимаю и чувствую, идет такая, еще один слой, такой более мягкий, который хорошо впитывает вот эту вот эссенцию, которая именно, да, работает. И вот эта сторона, она уже идет вот такая вот мягкая. Она уже кожу успокаивает, убирает вот остатки отшелушенных вот этих вот клеточек. Соответственно, как это работает? Вот так вот мы на пальчики надеваем. Туда попадают наши пальчики. Сетчатой стороной мы на сухую, да, на сухую кожу чистого лица проводим и производим такие вот, ну, как массажными движениями. Вот эта, она действительно насетчатая, такая немножко ребристая, но кожу не повреждает. Это все очень комфортно. Соответственно, протерли там лицо, шею, затем переворачиваем. И вот этой вот вторым слоем, мягкой подушечкой, которая впитывает очень такое хорошее количество эссенции и делает вот первый слой более эффективный. Соответственно, и третий слой, вот этот вот мягкий, он такой тисненый, он делает кожу такой мягкой. И что еще хочется сказать, да, то есть приятно, комфортно, очень все качественно, красиво так сделано, аккуратно этим приятно пользоваться. И несколько слов еще о вине. Вино – это вообще богатейший источник антиоксидантов. Также в нем содержится аскорбиновая кислота, витамины группы В, и также содержится железо и другие, в общем, полезные микроэлементы. Красное вино у нас способствует тонизированию, укреплению кожи, стимулирует обменные процессы и выработку коллагена. И вы знаете, вот я что заметила, действительно улучшается цвет лица, и вот это деликатное отшелушивание, ухоженное, увлажненное личико. Я вот эту подушечку сейчас использую, девочки. В общем, протерли вот этой вот сетчатой стороной, потом протерли мягкой стороной, и остатки средства мы смываем водой. В общем, хочу сказать, что мне очень понравилось вот это средство. Действительно, я почувствую, что идет такое обновление кожи, придает сияние, придает увлажнение, и, повторюсь, имеет очень приятный виноградный аромат. От другой марки, от Лагом, я также попробовала вот такую мягкую микропенку. Она не то что микро, она и в микрообъеме, и она называется микроформ клинцер. В коробочке от Лагом была брошюрка, и я поняла, что вот это средство от марки Лагом получило очень много наград на различных косметических выставках. В общем, у него очень много медалей, и я хочу сказать, что это супер пенка. Во-первых, она очень экономична, нужно было совсем чуть-чуть, чтобы вот прям, вот реально, девочки, чуть-чуть, чтобы она создала хорошую такую густую пену, настолько комфортная. Эта пенка, она гипоаллергенна, она подходит и для чувствительной, и для проблемной кожи. Она, в общем, прошла различные тестирования, проверена, в общем, она дерматологически протестирована. И у нее низкий уровень pH 5,6. Бережно, эффективно удаляет, в общем, хорошо она, очень комфортно умывание с ней. И в ее состав вот этой пеночки входит минеральная, кристаллическая гималайская соль. Она, по сравнению с морской солью, более, таки имеет мелкие частиточки и деликатно очищает кожу, придает ровный цвет лица. Очень-очень хорошо пенится, и мне действительно показалось, что эта пенка успокаивает кожу. Даже мне не хотелось наносить крем. Вот кожа, даже вот после умывания, видимо, вот она получила, что у нее такой правильный вот этот низкий уровень pH. Видимо, вот это все, все по науке, все по уму, настолько было мне комфортно. И, девочки, вот такой вот еще тонер-мист маленький. Я вообще обожаю всякие мисты, дымки для лица. Показываем часто в пустых баночках. И вот такой вот тонер, тоже вот он мне очень понравился. Он также имеет в составе пониженный pH. Помогает, обеспечивает глубокое увлажнение и также содержит гиалуроновую кислоту. Значит, какой эффект я увидела? Что действительно кожа становится смягченной, напитанной, приобретая такое здоровое, не то что не блеск, как правильно сказать, здоровое сияние. Повышается тугар кожи и разглаживаются морщинки. Вот очень хорошо кожа увлажнена, видимо, за счет гиалуроновой кислоты и различных вот тоже полезностей. Там, по-моему, даже три типа гиалуроновой кислоты. И вот это средство дарит действительно длительное увлажнение и, в общем, такой вот комфорт. В общем, классные средства, девочки, могу вам сказать, присмотритесь. Повторюсь, что на сайте Style Korean часто бывают хорошие скидки. Я под этим видео оставлю ссылочку. И также у них в Инстаграм можете увидеть, что появилось приложение. Я пока сама приложением не пользовалась. И в Чулижале жду зарплаты. Зарплаты я уже там и жду скидок на определенную категорию. Мне нужна декоративка корейская. Очень хорошие у них у Муншот тинты для губ. В общем, я хочу попробовать уже приложение тоже, либо сайт. И буду делать заказ. Обязательно по получению заказа вам все покажу, расскажу. Еще там мне прилетли тени. В общем, я оставляю ссылочку на сайт. Переходите, подписывайтесь на Инстаграм их. И там будете просто в курсе скидок и специальных предложений. Девчули, ваш блогер опять не удержался. И что ваш блогер сделал? Я сделала заказ. Мне пришла, опять же, в Инстаграм. Была скидка на маски. Не скидка, а была акция. Две покупаешь, третья в подарок. И я купила свои любимые вот эти тканевые маски Банабаги. Сейчас вам покажу. И купила еще вот такую штуку, которую очень давно хотела. На вот эту сейчас именно от Нэггит. Пилинг гель для лица с бриллиантовой пудрой и жемчужной пудрой. Идет хорошая скидка. Это корейская марка Апю. Я вообще стала, девочки, поклонницей корейского ухода. Реально вот вижу эффект, слышу комплименты. Сама себе, так скажем, нравлюсь, как выгляжу. Поэтому вот просто классные средства. Значит, что я заказала? Вообще, как бы заказ был за масок. Потом все хотела. В прошлый раз, когда хорошие были скидки на Нэггит, нельзя было купить в онлайн-магазине. Только вот нужно было в магазин подружкой идти, а у меня далековато. Итак, посмотрим заказ подружка. Значит, первое средство вам показало. Это вот такой вот пилинг. Я его сегодня, кстати, девочке сделала. Боже, такой он хороший вообще. Такая тоже свеженькая была. Это, скажи прощай, роговевшим клеткам кожи. На сухую кожу личико наносишь. Одно-две минутки такими массажными движениями, скатывающими движениями делаешь такой, как массажик. Убираются загрязнения, смывается. То есть, он идет именно как пилинг скатка, но там также я почувствовала мелкие частички. И такой, как он, да, вот именно типа гаммаж, но очень-очень деликатный. То есть, гаммаж вместе со скаткой. Вот так вот мне почувствовалось. В общем, мне очень понравилось. Вот такую масочку мне привезла подружка из Крыма. Как я очень хотела. Вот именно вот эту маску. У меня даже сохранен скриншот. Я там у одной девочки делала скриншот. И завтра она мне обещала тоже принести гидролат, которым я много наслышана и нигде не могла купить. В общем, привезла я у нее. Это она мне подарила. А гидролатики я там заказывала нам. Куплю у нее. Поблагодарю, в общем. Получу, все вам сниму. Вот эта маска от Линдс. Я взяла второй раз. Это ночная увлажняющая маска. Слиппинг маска называется. Хвата где-то мне на три раза хватило. Там просто такая кремовая масочка с приятным цитрусом, ароматом. Перед сном наношу. Утречком свеженькая просыпаюсь. Значит, вот такую маску взяла с коллагеном. Она у нас идет для сияния и от морщинок. Вот так это выглядит. Девочки, очень хорошие маски. Замечательные у них. Хорошая очень лекала и хороший эффект. Вот именно эта маска с коллагеном и комплексом витаминов обновляющая. Ну, они идут, во-первых, как бы цветом разных. Вот эта капсула. Здесь всегда написано, что. Вот здесь у нас коллаген. Здесь у нас витаминчики. Вот здесь это пишется для чего. То есть, в принципе, тоже такой хороший дизайн. Все понятно. Вот здесь вот так же в правом углу, что у нас цветение вишни, какие-то вишневые компоненты. Сама тканевая основа стопроцентных клопок и для свежести и такого подзарядки кожи. Виталайзинг масочка обновляющая. Таких, по-моему, у меня там три. Ну, короче, третью я просто, видимо, по ошибке как-то купила. С математикой не дружу. Вот. Также взяла с витамином А от морщины сияния с лифтинг эффектом. Соответственно, здесь у нас вот это вот кактус. Какой кактус? Лифтинг эффект содержит кактус, который растет в экологически чистых районах острова Чеджу. Витамин А. Питание и мощный антивозрастной эффект. Замечательно. Вот такая, кстати, какая классная релаксинка. Хоть сейчас прям иди делай. Витамин В. Банабаги. Это от морщин. И она еще идет отбеливающая. А вообще называется расслабляющая. Содержит экстракт алоэ, витамины группы В. Прекрасно увлажняет кожу. Витаминчики С. Е. Красота. Так. Это у нас для пор, да? Как-то сокращение для эластичности и смягчения. Против морщинок. Витамин А. Что здесь у нас содержится? Какая-то родниковая вода. Джей Джу. И эластичность и смягчение. Вот тоже в углу написано. А масочка сама у нас, как называется, сужающие опоры. Так. И последнее, что было в этой коробочке. Это от морщин для сияния с комплекса Центелла Азиатской. Вот тут у нас написано вулканическую. Что содержит? Блин, ну что ли? Али пепел. В общем, что-то тут вулкан нарисуем. Давайте прочитаем. Так. Маска для лица с экстрактом Центелла Азиатской. Витамина восстанавливающая. Ха-ха-ха. Материал маски 100% хлопок. От вредного воздействия окружающей среды эта масочка будет защищать и восстанавливать. Так что вот такой вот, девочки, был небольшой, но очень хороший, на мой взгляд, заказик. С любимыми масками. Я их уже беру не первый раз. Также вам показываю. Классные. Присмотритесь. И, кстати, помимо того, что вот такая была скидка 2 равно 3, не скидка, а акция. Еще была, в общем, тоже цена там, скидочки. В общем, все хорошо. Все приятненько. Все, девчоночки. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Буду заканчивать этот влог. Желаю вам всего самого доброго, хорошего. И скоро увидимся. До новых встреч. Пока-пока.